здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители моего канала армянская пропагандистская машина одной из самых подлых и больших зол современного мира распустивших свои щупальца по всей мировой информационной системе масштабы этого бедствия в будущем могут быть сопоставимы с последствиями коронавируса поскольку оба эти вирусы имеют одну природу генетику и цель это создание ложных образов ложного мира и передел этого мира под свои интересы это стратегическая цель армянства захват руководящих позиций в ведущих мировых сми особенно явно это просматривается на примере россии где не армянские главные редактора и директора средств массовой информации стали уже редкостью и если даже этнические армяне где-то пока не первые то обязательно вторые или третьи с перспективой на дальнейший карьерный рост определение информационное пространство россии ни в коем случае нельзя воспринимать буквально за последние 5-7 лет армяне совершили катастрофический скачок в армянизации российских сми включая кино и телевидение ведущие российские медиахолдинги возглавляют армяне крестная мама армянского лобби российских сми ярая армянская националистка симоньян аналогичная ситуация сложилась и в системе российского кино в котором руководящие армянские кадры перевалили уже за 60 процентов об этом с гордостью говорил непосредственно директор киностудии мосфильм карин шахназаров в интервью армянским сми армянскими медиа адептами на приватизированном имя российском информационном и кинематографическом пространстве ведется целенаправленная последовательная работа по распространению вредоносных армянских фальшивок в качестве последнего примера информационное агентство regnum которая фактически является армянской информационной платформой в сегменте российских медиа выдала проармянскую лживую статью на тему великой отечественной войны лучше бы написали о памятнике фашисту гарегину нжде к подножию которого армяне несут цветы в день победы над фашизмом но об этом я уже говорил а сегодня хочу напомнить еще об одной исторической фальшивки созданные армянами за российские деньги на российских площадках наперекор российским интересам один из таких вопиющих примеров фильм b и z в котором с подачи армян искажение исторических реалий достигла такого масштаба что на это до сих пор обращают внимание российские зрители так на дзен яндекс была размещена статья сериал b и z канал россия как героя российской империи сделали предателем сделать этот ролик меня побудил один из комментариев к статье посвященной гордости русского офицерства генералу нахичеванскому информация была настолько подлой что я решил углубиться в исследование вопроса первое куда я обратился это к кинопоиску пытаясь получить там побольше информации о сериале и сразу же наткнулся на такую рецензию стало ясно что речь идет о прославленном русском генерале исмаил хане нахичеванском а человеке дослужившимся до максимально возможного для кавалериста звания генерал от кавалерии одного из самых прославленных офицеров своего поколения получившим от александра второго за оборону боязета высшую награду орден святого георгия полковнику исмаил хану нахичеванскому за отличное мужество храбрость и распорядительность оказанные им во время блокады крепости боязета как же так вышло что государственный канал россия показал сериал оклеветавший гордость российской империи роман пиккуля боязет боязет был вторым романом писателя он был настолько неточен и пронизан лжепатриотизмом что позже пикуль всячески отнекивался от него из-за него малоизвестного писателя с пяти классами образования сразу взяли в писателей ссср ни разу не посетив ни одного архива он вообще с ними не работал на основании публикаций в прессе начала 20 века он выдумал свою историю где представил героя обороны боязета исмаил хана нахичеванского то ли полоумным то ли трусом но канал россия пошел еще дальше он сделал из генерала нахичеванского тогда полковника предателя защитники сериала часто ссылаются на пикули но давайте будем откровенны во первых это был сильно переработанный и урезанный сценарий где от первоисточника осталось лишь малая часть во вторых авторы сценария не могли не изучить исторических фактов касающихся обороны боязета в третьих роли смайл хана нахичеванского представлена в сериале много хуже чем даже в книге то есть мы можем говорить о преднамеренном искажении роли русского генерала азербайджанца но зачем я долго не мог понять побудительные причины такой несправедливости пока не обратил внимание на актера сыгравшего роли смайл хана им оказался никому тогда неизвестный армянский актер вячеслав степанян я даже могу предположить что роль предлагали российским актером но ти почитав реальную историю обороны боязета решили не пачкаться у самого же степаняна после этой роли дела пошли резко в гору снявшийся до этого за 15 лет всего в эпизодах двух армянских фильмах он стал ежегодно приглашаться для эпизодических ролей в серьезные проекты дальнейшее изучение актерского состава показала что и главного отрицательного героя осаждавшего цитадель турка генерала файка пашу играет тоже армянин жан даниэль хангулян в сериале еще куча армян ерван тарзуманян арсена моспюрианс сергей сафариан артура сатурян карин мартиросян артак шелинян зита бодолян такое впечатление что фильм снимался в армении во всем этом видится какая-то чудовищная несправедливость явно видно что кто-то лоббирует клевету против русского генерала азербайджанца пытается вбить клин между русским и азербайджанским народами используя для этого главную государственную площадку россии причем этот кто-то должен быть достаточно высокого ранга чтобы заказать соответствующий фильм и сценарий к нему продвинуть армянских актеров главное на те роли где надо от души сыграть отвратительные образы показать все это по государственному каналу в прайм-тайм чисто армянская подлость которая в крови этого подлого племени и его ничем не исправишь положение осложнялось тем что сериал был снят в 2003 году поэтому через 17 лет следы могли элементарно затеряться однако опасения оказались напрасными достаточно было посмотреть кто был генеральным директором телеканала россия в этот период с 1999 по 2002 год каналом руководил армянин александр завенович окопов в том же году создавший компанию о медиа лидера по производству сериалов после ухода с канала россия ставший ее главой с декабря 2013 года президент фонда академия российского телевидения я даже не представляю в какой стране и с кем еще такое может произойти гражданин россии занимающий большую государственную должность использует ресурсы россии в угоду своей исторической родине я даже не представляю в какой стране фильмы о русской истории снимают армяне русскую классику снимают армяне русские патриотические фильмы снимают армяне сейчас кстати провальный режиссер сарик андреасян выбивает из российского бюджета очередные миллионы чтобы снять фильм монегин это же государственное преступление отдать управление идеологией средствами массовой информации кинематограф как один из главных инструментов воздействия на общественное мнение воспитание и восприятие под тотальный контроль армянской этнокорпорации пропагандируя ненависть к дружескому россиянам народу может он поэтому и пытался оболгать азербайджанса нахичеванского потому что тот в отличие от армянина окопова и остальной своры армян остался до конца верен россии